здравствуйте дорогие друзья вы на канале дымщину сегодня хочу вам показать кое-что у меня появилась идея музыкальная идея вот сейчас я буквально и он набросал на пианино и решил переложить вот сюда в дау в студию и уже в дальнейшем с этим работать сейчас я открою инструмент начну подбирать то есть перекладывать то что у меня в уме на piano roll и начну с простого инструмента возьму обычная фортепиано не флк из конечно более приятное звучание вот такое значит давайте вот от пиано очень красивая мелодия очень простая но очень красивая вот это не то что себя хвалю это просто мне очень понравилось сочетание этих нот и кое-что я вам еще расскажу как обогащать вашу гармонию делать ее оригинальной и так вот я открыл инструмент сразу ставлю темп где-то на 8 10 может быть потом более ускорим это итак начнем значит какая-то мелодия у нас значит тональность я уже определил это у нас фа минор очень меланхоличная такая тональность грустная сайт так сразу значит уменьшим velocity чтобы не стучало так сильно итак 1 и 2 и 3 и 4 и вот такая мелодия так вот так значит как здесь аккомпанемент получается часть минуточку чуть ниже возьмем 1 и 1 и 2 1 и 2 то есть то восьмыми у нас будет да так это очень быстро надо еще медленнее сделать так хорошо ну-ка минуточку я снова сыграю это да именно так просто здесь сразу берем помедленнее наверное еще надо сделать знаете здесь долгую ноту берем вот так вот так вот так вот так значит еще раз продолжаем вот эту ноту вот так вот так вот так вот 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 трюк вот так вот дальше дальше у нас идет такая вот гармония так ну ка еще раз подыграем а Видите, какая красивая гармония получается. А, здесь я неправильную ноту поставил. Вот так. Но здесь мы поднимаемся вверх. Вот так. Еще раз. Не, не то. Что-то не то. Подожди. Дом. Видите, как сложно это все делается. Стал, сыграл, стал, сыграл. Нету медиа-клавиатуры. А, дело в том, что здесь ноты, они, понимаете, под педалью идут. И поэтому они переливаются, соединяются вместе. Красиво получается звучание. Понизм очень красиво. А тут отрывисто очень. Что-то не то совсем. Окей, ладно. Сейчас вот так вот продолжим это дело. Так, еще раз. Ага, все правильно. Потом. Потом поднимаемся вверх. И здесь на вторую долю вот эта же нота у нас. Еще раз. А, вот эту ноту надо протянуть. Видите, здесь у нас получаются аккорды. Я потом расскажу вам, что это за аккорды здесь у нас получаются. Так, еще раз. Аккорды здесь у нас получаются. Итак, вот. Вроде так я перекладываю теперь все верно, да, получается. Сейчас еще раз проверим, друзья мои. И вот у нас получились те самые четыре такта, которые у меня были в голове. Послушаем еще раз. Вот такой вот мотивчик, друзья. Значит, что за гармония здесь? Смотрите. Вначале я беру фа минор. Вот он, фа минор. И как бы арпеджиом у меня получается этот аккорд вот здесь. Вот, видите. Здесь удваивается квинта. Потому что это часть мелодии. И вот посмотрите... Ладно, сейчас по ходу расскажу вам. Значит, про гармонию расскажу. а потом про мелодическую составляющую здесь. Вот это очень красивый аккорд. И что это за аккорд? Смотрите, друзья. У нас есть до диез, ля диез, далее фа и до. Не, значит, это не до диез, это ре бемоль у нас, друзья. Не может быть до диез или до. То есть это у нас ре бемоль, если мы говорим про ступени тональности. Значит, это не что иное, как субдоминанта тональности фа минор. То есть это у нас получается си бемоль минор. Вот у нас фа, ля, простите, фа, соль, ля, си бемоль. Но си бемоль здесь необычный. Вот сейчас я вам покажу, на отдельный паттерн скинем. Вот у нас, давайте покажу, основные ступени. Вот у нас фа минор. Затем у нас идет си бемоль минор. Сразу покажу вам все аккорды, которые я здесь использую. В чистом виде, да, в их тесном и чистом виде. Вот это всего три аккорда. Первая ступень. Четвертая, то есть субдоминанта. Седьмая ступень. И снова первая. Можно, конечно, продолжить. Здесь уже получится золотая секвенция. Но я не хочу это делать, я не хочу секвенцию делать. Сразу вот со седьмой ступеней мы переходим снова в первую. Седьмая ступень это тоже своего рода доминанта. То есть доминанта седьмой ступени. Значит, почему вот этот аккорд здесь звучит не как фа минор, шаблонно. Не вот так, а звучит он вот так. Все дело в том, что здесь я использую не просто фа минор, простите, си бемоль минор. А, во-первых, я использую обращение, то есть секст аккорда. Вот это, да, но чуть ниже возьмем. Вот. То есть он звучит более меланхолично, чем просто обычный си бемоль минор. Да, послушайте. И кроме того, здесь я еще использую добавочную ступень к си бемоль минору. А именно девятую добавочную ступень. То есть это нота до. Вот она. Но не вот в таком виде, а в широком виде. Смотрите. Вот он, тот самый аккорд. То есть вот сейчас послушаем вместе их. Видите? Вот эта ноточка, которая создает вот здесь большую секунду между си бемолью и до. Большую секунду. У нас как раз таки и получается вот это щемящее звучание. Блин, ну что я нажимаю не туда все время. Вот. И я его просто, этот аккорд, я его разложил. Посмотрите, как красиво он разложен. Видите? То есть в басу у нас, в басу, обратите внимание, у нас идет ре бемоль. Видите? Ре бемоль. Потом у нас, простите, потом у нас идет си бемоль. То есть тоника этого аккорда. Потом фа и до в самом верху. И, собственно, вот здесь вот эта вот часть. Ладно, это тоже чуть попозже скажу. Но видите, что это одна та же нота. До, 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 до. Везде у нас до. Итак, значит, это аккорд у нас си бемоль. С добавочной девятой ступенью. Знаете, вы можете говорить с добавочной второй ступенью. Потому что вторая и девятая ступени, это, в принципе, одно и то же. Так что в каких-то учебниках, в каких-то, скажем, нодных листах, допустим, вшитых, там указана девятая ступень, то же самое, что вторая. И вообще помните, что вторая это девятая, четвертая это одиннадцатая и шестая это тринадцатая. Ничего сложного. Просто либо на октаву вверх вы берете, ну, главное, смотрите, чтобы расстояние между басом и ступенью составляло именно вот это сочетание тонов и полутонов. Итак, переходим к третьему аккорду. Третий аккорд у нас, как я уже вам показал, это седьмая ступень тональности. Фа минор, то есть это у нас ми бемоль мажор. Ну, здесь у меня тоже есть нота до. Обычно здесь, в этом аккорде, вот в этом аккорде, ноты до нету, но мы ее добавляем. Это тоже добавочная ступень получается. То есть это у нас шестая ступень. Здесь мы добавили вторую или девятую, здесь мы добавляем шестую или тринадцатую. И получается вот такое звучание. И оно в широком виде. В широком виде, да? И снова возвращаемся в фа минор. Обратите внимание на линию баса. Так, стоп. Вот это линия баса, вот мелодия баса. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Всего две ноты. Видите, бас как играет. Почему, например, я вот эти ноты не взял внизу? Сейчас вы сами поймете. Чувствуете? То есть мы очень сильно расширили диапазон между нотами, верхними и нижними. И поэтому создается некая пустота. Чего-то не хватает, да? Чего-то не хватает. То есть сюда можно добавить, конечно же, ноты. Можно сюда добавить. Но для начала, для простого мотивчика, Я использовал простое очень сочетание этих нот. Поэтому я, собственно, вылез наверх. И звучит это красиво. И в сочетании с остальными нотами у нас нет, Не создается пустоты. Все заполняется. Видите, как красиво. Правда, конечно, у этого фортепиано, если бы еще релиз добавить, Вернее, сустейн, не релиз, сустейн, чтобы больше, дольше держались ноты. Но это можно компрессией вывести. И снова вниз. Теперь смотрите. Здесь у нас, значит, фа минор. Здесь си бемоль минор с девятой ступенью. Здесь ми бемоль мажор с добавленной шестой, Или просто шестой, или тринадцатой ступенью. Можете и так говорить. Ну и последний снова фа минор. Вот. Теперь, что я хотел вам сказать. Обратите внимание, что у каждого диапазона нот, Да, так скажем. То есть, вот, если мы смотрим, например, вот сюда, Здесь у нас одна мелодия. Здесь у нас вторая мелодия. Здесь третья. И здесь четвертая. То есть, каждая нота в гармонии представляет собой мелодию. Но мы, конечно же, ориентируемся на то, что слышим наверху. То есть, в голосе сопрано, что мы слышим. Обратите внимание теперь вот на эти ноты. Ну, это понятно. Здесь до, просто постоянно до, до, до. И как раз-таки, используя вот этот момент, Что до у нас входит в аккорд фа минор, да. До у нас не входит в аккорд си бемоль минор, Однако, входит в тональность. То есть, в тональность он входит вторая ступень, да. Или девятая в аккордии. Здесь у нас идет ми бемоль мажор. И тоже мы видим, что нота до тоже входит в тональность ми бемоль мажор. И в аккорд тоже можно эту ступеньку поместить. Вот. Теперь обратите внимание, вот здесь у нас, вот здесь, Есть такая простенькая мелодия между Ля бемоль и фа. Потом соль и фа. И вот она мелодия. И обратите внимание, вот на эту мелодию. Вот видите, везде у нас получились мелодии. В каждой из этих нотах получились мелодии. Вот такой вот мотивчик. Наверное, я его буду потом развивать, Более обогащать. То есть, делать уже, соответственно, аранжировочку. Сейчас бы напоследок, Я еще хотел попробовать, Поменять инструмент. Чтобы это звучало более плотно и насыщенно. Так. Ну-ка попробуем вот это Monster Piano. Здесь есть такой презет. Называется Frosty Night. Здесь он очень громкий. Делаем чуть-чуть потише, Чтобы не клипировало. Так. Знаете, почему тихо звучит? Потому что мы же понизили velocity. А у этого фортепиано уже velocity достаточно понижено. Так. Здесь очень много низких частот. Частот. Совершенно. Вот это, здесь хорошее состояние. Слышите? Все ноты слились, получился аккорд. И вот теперь... Надо уже сочинить, соответственно, отдельно мелодию к этой вот партии. Хотя уже здесь сама по себе мелодия есть, но можно еще добавить что-то. К сожалению, я не могу здесь сейчас сыграть все это дело, Потому что на обычной фортепианной клавиатуре здесь до твердого знака, То есть это нота соль, и дальше выше я уже пойти не могу, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, здесь я напеваю мелодию, подходящую под данную гармонию. Вот. Может быть, я что-то из этого отберу, выберу, и уже в дальнейшем напишу. Если вам понравилась вот эта вот темка, друзья мои, Вы хотите, чтобы я ее продолжил. Сейчас я уже подустал конкретно, дальше уже продолжать не буду, Но главное, я записал то, что у меня было в голове, чтобы не забыть. Вот. Если вы хотите, чтобы я это продолжил, напишите в комментариях, И я найду время, найду вдохновение, поищу. Вот. И что-нибудь из этого, я думаю, получится. На этом мне все. Надеюсь, было интересно. Кое-что вы для себя подчеркнули, Особенно касательно добавочных ступеней в аккорде, Использование обращений, использование этих аккордов не в чистом виде, А в широком, в разложенном виде. Вот. Также вы узнали, что в каждой ноте вашего аккорда в сочетании с другим у нас уже появляется мелодия. Это все надо вот учитывать, и оттуда можно выусткивать, кстати, мелодии. Вот. Ну, на этом буду с вами прощаться. Спасибо вам за внимание, за ваше время. На этом все. До новых встреч. Пока.